Продолжение следует... Именно так мы анализируем данные. Представьте себе американские горки. Самая высокая точка подобна среднему росту всех пассажиров. Это пик, где находится большинство людей. Большинство пассажиров будут около этого среднего роста. Верно? Это и есть среднее значение. Это центральная точка, где концентрируется большинство данных. Теперь, по мере того, как горки поднимаются и опускаются, все меньше и меньше пассажиров оказываются на этих высотах. Это представляет собой крайности в наших данных. Так работает и нормальное распределение. Большинство вещей в жизни группируются вокруг среднего значения, образуя форму колокола. Это кривая колокола. Наглядное представление того, как распределяются данные. Подумайте о размерах обуви. Большинство людей носят обувь среднего размера. И лишь немногие имеют очень маленькие или очень большие ноги. Это еще один пример кривой колокола в действии. Это и создает колоколообразную кривую. Большинство людей попадает в средний диапазон, в то время как крайности встречаются реже. Мы видим эту закономерность повсюду. От высоты подсолнухов до оценок за диктант. Будь то природа или учеба, кривая колокола помогает нам понять распределение данных. Так что в следующий раз, когда вы увидите группу детей, поле цветов или даже набор оценок за тест, вспомните о кривой колокола. Это мощный инструмент, который помогает нам понять мир вокруг нас. Теперь давайте поговорим о том, насколько разбросаны наши данные. Мы называем это стандартным отклонением. Представьте себе, вы и ваши друзья любите пиццу, но не все едят ее одинаково. Допустим, в среднем каждый съедает по три куска. Но кто-то может съесть два или четыре куска, а кто-то даже один или целых пять. Стандартное отклонение говорит нам о том, насколько различаются эти аппетиты к пицце. Маленькое стандартное отклонение означает, что все едят примерно одинаково. А большое, что существует широкий спектр аппетитов к пицце. Хотели ли вы когда-нибудь стать детективом данных? Что ж, вот ваше секретное оружие – Z-оценка. Эти маленькие ребята говорят нам, насколько далеко находится конкретное значение данных от среднего, измеренного в стандартных отклонениях. Представьте, вы в парке развлечений, и среднее время ожидания аттракциона – 30 минут. Но вы находите аттракцион, где ждать всего 15 минут. Это Z-оценка минус один. Что означает, что это на одно стандартное отклонение ниже среднего времени ожидания. Вы – чемпионы по ожиданию. Z-оценки помогают нам сравнивать вещи, которые на первый взгляд могут показаться разными. Например, что лучше – получить 90 баллов за тест по истории или 85 баллов за тест по математике. Z-оценки могут помочь нам в этом разобраться. Давайте сравнивать яблоки с яблоками. Представьте, что вы пытаетесь сравнить арбуз и виноградину, и то, и другое фрукты, но они очень разные по размеру. Вот тут-то и приходит на помощь стандартизация. Это как если бы мы использовали специальную линейку, которая позволяет нам сравнивать вещи на равных. Преобразуя наши данные в Z-оценки, мы фактически приводим все к единой шкале. Это помогает нам увидеть закономерности и связи, которые иначе были бы не очевидны. Это как суперспособность, позволяющая видеть мир сквозь очки данных. Эпизод 5. Сладкий успех. Загадка кондитерской фабрики. Давайте отправимся в увлекательное путешествие на кондитерскую фабрику, где делают пакетики с разноцветными конфетами. Это место, наполненное сладкой магией и точными процессами. Цель – убедиться, что в каждом пакетике одинаковое количество конфет. Но знаете, иногда машины немного сходят с ума, и все идет не по плану. Вот тут-то и пригодятся наши статистические способности. Используя статистику, мы можем разгадать загадку и обеспечить стабильность. Допустим, в среднем в пакетике должно быть 50 конфет. Это наша цель – золотая середина, если хотите. Измерив количество конфет в куче пакетиков, мы можем построить кривую колокола. Этот график поможет нам визуализировать распределение конфет. Центр кривой представляет наше среднее значение 50 конфет. Это вершина, где находится большая часть наших данных. Теперь, если стандартное отклонение невелико, это означает, что в большинстве пакетиков количество конфет близко к 50. Это говорит о стабильности и надежности процесса производства конфет. Но если стандартное отклонение велико, это означает, что в некоторых пакетиках может быть значительно больше или меньше 50 конфет. Такая вариативность не радует сладкоежек, которые рассчитывают на единообразие в каждом открываемом ими пакетике. Понимая и применяя эти статистические концепции, мы можем гарантировать, что каждый сладкоежка получит свою справедливую долю сладостей в каждом пакетике. И это, друзья мои, сладкий успех в разгадке загадки кондитерской фабрики. Эпизод 6. Взвешивая варианты. Баланс для любителей конфет. На кондитерской фабрике проблема – слишком много пакетиков с недостаточным количеством конфет. Эта несогласованность вызывает головную боль как у работников фабрики, так и у сладкоежек, которые ожидают справедливой доли в каждом пакетике. Как же им это исправить? У них есть два варианта. Во-первых, скорректировать среднее значение. Это означает, что они могут изменить среднее количество конфет в каждом пакетике. Они могли бы настроить машины так, чтобы те клали в каждый пакетик чуть больше конфет, скажем, 52 вместо 50. Это небольшое изменение может существенно повлиять на удовлетворенность клиентов. Это немного сместило бы всю кривую колокола вправо, гарантируя, что в большинстве пакетиков будет ожидаемое количество конфет. Во-вторых, уменьшить разброс. Они могли бы попытаться сделать машины более точными, чтобы количество конфет в каждом пакетике было ближе к 50. Это подразумевает доработку оборудования для сведения к минимуму колебаний. Это сделало бы кривую колокола выше. И уже указывая на то, что большинство пакетиков имеют количество конфет, очень близкое к целевому, какой вариант лучше? Это зависит от ряда факторов. Иногда проще и дешевле скорректировать среднее значение. Это требует меньшей точности и может быть реализовано быстро. Но если они действительно хотят убедиться, что каждый любитель конфет получит свою справедливую долю, им нужно уменьшить разброс. Это гарантирует, что каждый пакетик будет максимально идеальным, радуя каждого сладкоежку. В конечном счете, цель состоит в том, чтобы найти правильный баланс, чтобы каждый любитель конфет получал свою справедливую долю сладости в каждом пакетике. Эпизод 7. Сила предсказания. Открываем будущее с помощью статистики. Одна из самых крутых вещей в стандартном нормальном распределении – это то, что оно помогает нам делать прогнозы. Понимая кривую колокола и используя Z-оценки, мы можем оценить вероятность того, что что-то произойдет в будущем. Например, допустим, вы пытаетесь угадать, сколько человек придет на школьную дискотеку. Посмотрев на количество участников предыдущих дискотек, вы можете построить кривую колокола и рассчитать вероятность разного уровня посещаемости. Это не будет идеально, но все же гораздо лучше, чем гадать на кофейной гуще. Эпизод 8. Продолжаем исследование. Приключения продолжаются. Поздравляю детективы данных. Вы раскрыли секреты стандартного нормального распределения. Но это только начало. Существует целый мир статистики, который ждет своих исследователей. Так что надевайте свои мыслительные колпачки, берите калькуляторы и приготовьтесь к захватывающим приключениям в мире анализа данных. Кто знает, какие удивительные открытия ждут вас впереди. Эпизод 9. Глоссарий. Сложные слова простым языком. Нормальное распределение. Заумный способ сказать, что данные часто образуют кривую в форме колокола, причем большинство значений группируются вокруг среднего. Среднее значение. Среднее арифметическое набор чисел. Стандартное отклонение. Показатель того, насколько разбросаны данные. Z-оценка – показатель того, насколько далеко конкретное значение данных находится от среднего, измеренного в стандартных отклонениях. Стандартизация – преобразование данных в Z-оценке, что позволяет привести все данные к единой шкале.